Всем привет любители украинского футбола! За последние дни появилось много интересных новостей, поэтому в этом видео я расскажу, подпишет ли Динамо кого-то в это трансферное окно, необычном усилении зари, исчезновении еще одного украинского клуба и многом другом. Друзья, а перед началом видео я хочу напомнить, чтобы вы не забывали ставить свои лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Для меня это очень важно. Киевская Динамо интересуется нападающим в Сочи Матео Кассьерой. Об этом сообщает российское издание Спорт24. Источник пишет, что Игорь Суркис лично общался с владельцем Сочи Борисом Ротенбергом по поводу возможного перехода колумбийского футболиста. Однако Динамо на данный момент не готова платить 9-10 миллионов евро, поэтому такой трансфер маловероятен. Единственное, на чем можно будет сбить цену, так это на том, что у игрока осталось полтора года контракта, и если не продать сейчас, то летом его цена существенно упадет. В нынешнем сезоне Кассьер провел в РПЛ 11 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 асиста. От себя добавлю, что такие вот связи Суркиса с российскими бизнесменами могут принести хороший плюс. Ведь именно благодаря хорошим отношениям президента Эвертона и Динамо был продан туда Миколенко. Но такие отношения могут быть и минусом, потому что я сомневаюсь в качестве нападающего Сочи, и чем-то этот трансфер, мне кажется, будет напоминать приход Кадири из тульского арсенала. Также киевская Динамо продолжает чистить свой состав, отпустив очередного игрока в аренду. Центральный защитник Алана Ауси арендован роменским Вересом на полтора года. Клаусула Ауси для Вереса прописана в сумме 200 тысяч долларов, сообщает Динамо Киев Инсайт. Отмечу, что прошлым клубом Алана был белорусский Торпедо Белас, за который он провел 18 матчей и забил два гола. Также Динамо снова отправило в аренду двух исполнителей. Динамо и Кулаус достигли договоренности об аренде защитника Дениса Кузыка и нападающего Евгения Исаенко. Динамовцы будут выступать за Ковалевский клуб на правах аренды, рассчитанной на один год. Отмечу, что 21-летний Евгений Исаенко уже выступал за Кулаус в сезоне 20-21, а первую половину текущего сезона провел в Одесском Черноморце. 19-летний Денис Кузык также выступал в первой половине сезона в аренде у Черноморца. Если недавно рассказывал, что может исчезнуть МФК Николаев, который лишился финансирования, то теперь есть клуб, который еще ближе к ликвидации. Как сообщает издание Фудбум, руководство Олимпика в одном из собраний объявило, что средств нет и по этой причине вынуждено распустить команду. Игрокам предоставляется статус свободных агентов и они могут трудоустраиваться в других клубах. Но вообще распуск Олимпика выглядит вполне логично, ведь у Гельзина 5-летняя дисквалификация, а его главный инвестор получил санкции еще прошлой весной. Луганская Заря усилила свой состав за счет того, что уладила конфликт с одним из лучших своих игроков. Как сообщает МедРейтингс, сегодня 5 февраля Луганская Заря отправится на второй сбор в Турцию, а в списке футболистов команды Виктора Скрипника должен быть футболист, который пропустил первый этап подготовки луганчан, а также осеннюю часть чемпионата, полузащитник Владислав Кочергин. По имеющейся информации, в результате длительных переговоров Владислав Кочергин и футбольный клуб Заря практически уладили все вопросы, возникшие между игроком и луганчанами в последнее время. От себя добавлю, что очень рад за руководство Зари, которое наконец-то поняло, что нельзя такого игрока, как Кочергин, оставлять в дубли. Ведь весной будет тяжелая борьба за третье место в чемпионате, а в следующем сезоне шансы на третье место будут еще сложнее в связи с возвращением металлиста. Друзья, ну а я продолжаю отвечать на ваши вопросы. И первый вопрос. Как ты считаешь, потянет ли Кучер Премьер Лигу? Как ты оцениваешь его тренерский уровень? Начну с того, что трудно еще судить его как тренера, ведь работает на этой должности всего полтора года. Тем более тренерский его уровень будет легче определить, если металлист будет играть против похожих команд по уровню. А играя во второй первой лиге, металлист всех превосходил, как по мне, но чуть ли не на голову, а то и больше. Но все-таки есть два матча, по которым можно судить Кучера как тренера. Это матчи Кубка Украины против Дисней Колоса. И показательным матчем является матч против Дисней, когда харьковчане проигрывали 1-0 после первого тайма, во втором тайме вышла совершенно другая команда. И в этом, конечно же, есть заслуга Александра Кучера. А что касается потерянных очков с Агробизнесом, Полисием и Горняк Спорт, то тут я не вижу ничего страшного. Команда не может постоянно выигрывать, а поэтому происходят такие спады мотивации и поэтому теряют очки. Да и стоит вспомнить, что Агробизнес в прошлом сезоне выбил из Кубка Украины шахтер. Второй вопрос. Если сборная Украины не выйдет на чемпионат мира 2022, может ли ее возглавить иностранный тренер? Я думаю, что к иностранному варианту будут обращаться только тогда, когда все варианты, которых хотела бы федерация, либо будут отказывать, либо с ними просто не договорятся. На данный момент, я думаю, рассматривается такая ситуация, если Украина не проходит стыковые матчи на чемпионат мира, то сборную возглавит Сергей Ребров. Ведь вспомните, сколько новостей было в прошлом августе, когда Сергей Ребров приезжал в Киев, они пытались как-то договориться с юристами, но в итоге он вернулся в арабский клуб, чтобы доработать свой однолетний контракт, который, к слову, заканчивается как раз в мае, и после этого он идеально подходит для того, чтобы возглавить сборную Украины перед стартом Лиги наций. Есть еще один запасной вариант, это Виктор Скрипник, у которого тоже заканчивается контракт. И судя по одному из его интервью, то разговоры между представителем УАФ и им точно были. В одном из прошлых видео я уже рассказывал, почему в УАФ сильно уменьшился бюджет, потому что, возможно, руководство клуба захотело сделать паузу из-за того, что в первую лигу вышли металлисты Кривбас, а если занимать третье или четвертое место, то они просто не захотели испытывать удачу в плей-офф матчах. Ведь уже был похожий опыт, когда они проиграли Карпатам. Но все, конечно, как и во всем украинском футболе, будут решать деньги, ведь у президента Волынь и Палицы сейчас есть проблемы с бизнесом. Если все будет нормально, то в следующем сезоне Волынь будет бороться за повышение ВПЛ, а если нет, то продолжит играть, как и в этом сезоне. На этом пока все. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в новом видео! Субтитры сделал DimaTorzok